Барнаульсам вновь предлагают выбрать общественную территорию для благоустройства. На сайте городской администрации скоро стартует интернет-голосование. Почему власти краевой столицы за советом решили обратиться к простым жителям и каковы шансы, что именно предложенный общественностью объект попадет в список для дальнейшего благоустройства. Об этом поговорим в студии с председателем Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антоном Шеломенцевым и доцентом Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета Артемом Малыгиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос вам. А действительно, почему уже не в первый раз вы за советом обращаетесь к простым жителям? Сомневаетесь, что мнение властей в Барнаульсах совпадет или есть другая причина? Ну, во-первых, это условия программы, да, федерального проекта «Комфортная городская среда», где четко указано то, что жители должны отдать какой-то голос, выразить свое мнение. Ну и территории уже у нас общественные, да, поэтому общество и должно решать, где проводить работы, где благоустраивать. И вот только ресурс голосования, она может подсказать, наверное, мнение горожан. Артем, вы как думаете, стоит ли вообще прислушиваться к мнению простых жителей города, непрофессионалов? Ведь они не архитекторы, они не могут грамотно дать совета, а лишь нравится, не нравится. Знаете, вот сталкивались с проектированием, мы это называем соцопрос. И он лежит первостепенно в основе, прежде чем начать проектировать, показывать проект в комитете и так далее. Мы эту информацию собираем, потому что интересы населения в первую очередь учитываются. Какие функции включить в эти территории, какими объектами насытить, что учесть в первую очередь, потому что у нас ведь есть и дети, и пожилые, и молодежь, и у всех потребности разные. И раньше такая практика велась, просто она у нас называлась соцопрос, подготовка предпроектного анализа. И эти все данные, они потом преобразуются в проектное решение, которое уже обрабатывает заказчик по каким-то параметрам. И потом уже еще раз населению показывается это проектное решение, как вот с предыдущими объектами. Поэтому функционально в первую очередь рассматриваются эти объекты, они, эти данные берутся от населения. И проектировщики должны в первую очередь это учитывать, безусловно, дабы получить грамотное, разумное решение, вызывающее минимум критики. Вот. И в итоге реализация этого объекта была бы надежной, полезной и приятной. Как бы это так. Население – это основа проектирования. То есть его интересы, как бы пожелания, поэтому… То есть, получается, нет такого эксперта, который мог бы предвидеть интересы и пожелания населения? Нет, как раз это и есть. Это и есть проектировщики, градостроители, средовой дизайн, ландшафтники. То есть, то, что непосредственно связано с нашей профессией. У нас профиль широкий. Архитектор, то есть, он как бы лежит в основе. Его задумка, она не его одного исходит, а его идея, концепция, а от составляющих, в том числе и населения, заказчик. Да. Но надо понимать, что вот наши территории, которые сейчас участвуют в программе, они там появились как раз по пожеланиям жителей, организаций. То есть, они не появились там просто так. Именно жители внесли предложение по включению в программу этих территорий. Кстати, напомните, сколько территорий мы благоустроили уже? Какие они? Хотя бы перечислите несколько. За два года реализации мы с вами благоустроили уже шесть территорий в прошлом году. Это Скверхимиков, это площадь Адмирала Кузнецова, площадь Мира. Это те территории, которые находятся в каждом районе горного. То есть, также они голосованием были отобраны и благоустроены. За год до этого были благоустроены еще у нас территории Нагорного парка, тоже в рамках этой программы, территорию у музея, у церкви на площади Баварина-2. То есть, сейчас под благоустройство на голосование вынесено у нас 44 территории. То есть, список территорий предлагает администрация? Нет, список территорий, он сформирован на основании предложений общественности, жителей, организации и так далее. И этот список мы выносим на голосование в полном объеме. То есть, у нас сформировался список. В этом году у нас он подлежал корректировке, потому что действительно поступили предложения по включению новых объектов, такие как парк Изумрудный, да, у всех на слуху. И действительно, комиссия, общественная комиссия, опять-таки, она поддержала включение этой территории в общий перечень. От территории, которые не имеют значимости, было предложено как бы отказаться. Действительно, которые не представляют никакого общественного интереса. Ну, к примеру. Ну, например, спуск, была у нас такая территория, зеленая зона, спуск по улице Парфенова к Старому мосту. То есть, ну, там нечего благоустроить, там нет точек притяжения, и каких-то работ там, ну, действительно, неблагоустроишь и не выполнишь. Такая же территория, например, у нас была по зеленой зоной, по цеховой 18. Что это из себя представляет, по сути, это, ну, просто газонная часть, и там тоже ни точки притяжения, ничего благоустроить невозможно. Поэтому, действительно, комиссия поддержала это предложение и включила более нужные для жителей объекты. Такие общественные. Да. Правильно понимаешь, что в каждом районе города будет свой объект? Нет. Или это не главное условие? Нет, не главное условие. Голосование у нас по принципу проходит, кто больше набрал голосов. То есть, может получиться, что в центральном районе большинство, значит, там и будем работать. Совершенно верно. То есть, голосование рейтинговое, и оно будет ограничиваться только тем финансированием, которое выделится. Из общего числа территорий, сколько мы сможем благоустроить на этот раз? А вот здесь как раз таится вопрос в том, что за кого проголосуют. Потому что есть территории, которые составляют там площадь небольшую, да, и на благоустройство потребуется меньше средств. Есть территории огромные, действительно, которые потребуют вливания серьезных средств. Поэтому, ну, мы предполагаем, что не менее двух-трех территорий это благоустройство будет подлежать. То есть, так или иначе, мы будем ориентироваться на финансирование? Мы в любом случае завязаны этим финансированием. Дополнительные средства из, например, бюджета города предполагаются? Смотрите, у нас участие в этой программе, оно носит характер консолидированного бюджета. Там львиная доля, конечно, это федеральные деньги, это там 90%, более 90%, и небольшая часть это бюджета города. То есть, если в цифрах сухих, у нас на общественной территории всего 108 миллионов было потрачено, из них 100 с лишним миллионов это федеральный бюджет. А доля софинансирования города и края, вот она, вот эти 8 миллионов как бы уместилась. Вот если бы вам предложили поучаствовать в опросе и свою территорию выставить на голосование, то за какую бы вы проголосовали? Я бы в первую очередь голосовал за ту территорию, которая у нас пешеходно насыщенной является. Так. Где большое количество объектов притяжения, в том числе детских, садов, школ, торговых, развлекательных объектов каких-то. Это территория, которая, ну, больше всего притягивает население. Вот, где больше всего объектов, как и для развлечения, так и прогулок. В общем, получается. Город, да, это система благоустройства, это система, поэтому здесь надо все учитывать, конечно. У меня есть любимая территория, где я бы вот лично хотел бы порядок навести, конечно, подремонтировать что-то, что-то новое внести. Это, конечно, моя родина, там, где я учился и вырос, но, а я в городе везде пожил. Поэтому, честно скажу, мне все-таки хотелось бы, чтобы какой-то облик исторической части города сохранялся. Вот, и все-таки это центр города. Возьмем весь Ленинский проспект, да, прилегающие улицы, где у нас очень много важных объектов и образовательных, и медучреждений. Поэтому, скорее всего, честно скажу, я бы рассматривал историческую часть. Почему? Потому что в индустриальном, например, районе очень динамично ведется застройка жилых кварталов, районов, микрорайонов. Там уже заложено благоустройство, оно относится к прилегающим территориям новых построек, и оно уже уделено там внимание. Поэтому здесь я бы рассматривал старый жилой фонд и историческую часть, мне так кажется. Вот это было бы разумно и правильно, но чем сейчас комитет-то и занимается. И не зря вот эти вот объекты, они как раз вот выставлены на голосование. Улицы, аллеи, зеленые скверы. Вот, я думаю, что вот в первую очередь, мне кажется, так бы поступило. Напомним, что голосование стартует 11 ноября. Как можно поучаствовать в нем? 11 ноября площадка голосования у нас сохраняется. Это сайт администрации города. Две недели оно будет проходить, то есть 25-го голосование завершится. Проголосовать будет возможность за три территории отдать голос. И ограничение будет у нас только в части IP-адреса. То есть проголосовать можно будет только с одной учетной записи. А вот действительно, в прошлом году некоторые общественники сомневались в правильности итогов голосования. Якобы там можно было с одного IP-адреса, как говорите, несколько раз проголосовать. И, в общем-то, подыграть, что называется, результаты. Такое возможно? Накрутка. По прошлому году, да, у нас ограничения по IP-адресу не было. И мы не ограничивали население в количестве выражения своих голосов. Сейчас и сам проект формируется под выборную тематику. Имеется в виду, что со следующего года вообще планируется организовать площадку, на которой проголосовать можно будет только после вообще введения своих персональных данных. Да, это либо через сайт госуслуг, либо будет какая-то отдельная другая площадка сформирована. Здесь, как бы в этом году, у нас есть ограничения по IP-адресу. По сути, любой желающий также может воспользоваться не только своим средством, средством своего соседа и так далее. То есть, ну, в этом может быть какая-то суть агитации есть, да, если человек у себя на месте, условно, в районе там улиц Взлетной и Сергеевского, где одна из территорий тоже у нас включена как общественная, хочет благоустроить эту территорию. Есть же различные у нас методы привлечения, это и через управляющие компании, через общее собрание домов, через СТОСы и так далее. То есть, насколько будет заинтересована вот эта общность, которая располагается на данной территории, я думаю, настолько и привлечет это голосование. А по поводу того, что правильно это или неправильно, ну, то есть, постараемся максимально как бы соблюдать условия проекта. А вот действительно, насколько люди активны, если по опыту прошлых лет, и кто в числе тех, кто оставляет свой голос, люди старшего поколения или молодежь тоже проявляют инициативу? У нас по 2018 году был интересный опыт, это самый первый, там было двойное голосование. Мы в сети интернет выбрали сначала перечень из 10 лидеров, а потом эти 10 лидеров были объединены с выборами президента, если помните. И более 60 тысяч голосов в тот момент было отдано. Ну и по прошлому году мы также потом проголосовало порядка 63 тысяч горожан. По возрастной категории мы не можем сейчас судить, насколько это было. Мы это увидим как раз таки, когда будет персональная регистрация. Ну а вообще возможность голосования, это и краевым постановлением, она определяет от 14 лет и старше, любой человек может отдать свой голос. То есть, можно сказать, что люди проявляют активность, им не все равно, правильно ли? Или хотелось бы, чтобы голосовали активнее? На самом деле интерес действительно серьезный, интерес большой. Но мы всегда ждем большего участия населения. Но у вас наверняка есть, как у архитектора, примеры положительного участия общественности в благоустройстве той или иной территории. Вот какой город мы можем взять за, не знаю, образцово-показательный, что ли? Города, которые на слуху. Очень много статей в интернете и в новостях встречали мы на российском уровне. Многие специалисты критики высказывались. Но на слуху и во внимание всегда у нас крупные города нашей страны. Хотелось бы этого или нет. Потому что средние, малые города за этим тянутся. И очень много примеров в Москве, которые недавно, парки появились, соединяющие с собой улицы, прилегающие территории. Новосибирск, наш соседний, ближайший город. Там таких проектов достаточно было на стадии проектирования, встречались до разработки. И у них вот как раз то, о чем я ранее говорил, предпроектный анализ, состоящий из соцопроса. Очень много удачных примеров. Красный проспект, улица Ленина в Новосибирске много. Как раз они связаны с исторической частью, более старыми улицами и парками. Парками, опять же, небольшими парками. Видимо, они тоже как-то регулируют возможности реализации. Лучше, конечно, много объектов реализовать и выгодных, каких-то удобных, нужных населению, чем один большой. И остальных обидеть горожан. Поэтому в Новосибирске у них, во-первых, и больше город. И у них более масштабное отношение к этому. Но в пример я могу пока поставить Новосибирск. Встречались очень много проектов, даже те наши проектировщики, которые делали благоустройство в курортном городе Белокуриха, в Бийске. И динамика не знаю, реализация какова там на сегодня. Но проекты достаточно неплохие и много так критики они не вызывали. Да и у нас тоже в Барнауле есть хорошие примеры по 2018 году. Удачные, где я сам лично, я живу, здесь работаю, и у нас очень много студентов учится. В большинстве вопросов заданных, ну как вам, я получал положительный ответ. Это улица Молодежная, это вот индустриальный район, те объекты, которые находились в нем на момент реализации. В принципе, в этом году я видел очень много положительных эмоций и радости у детей, которые увидели фонтан на Памфиловцев-22. Вот вы говорили, там правда ли столько голосов. Ну, во-первых, это очень плотная застройка, там очень много людей живет. И я неоднократно слышал, вот бы у нас что-нибудь бы здесь вот сделали, к примеру, на Георгии Исакова. Там действительно много территорий подлежало изменениям, появлением автомобильных парковок, изменениям покрытий. И те люди, живущие в этих районах, их там немало, поэтому они, видимо, и проголосовали за эти участки в большинстве. Пожалуй, вот те объекты, которые у нас реализовались уже в Барнауле, они как бы тоже для нашего города могут являться примерами. Потому что, если брать вот 2019 год и 2018, динамика значительно улучшилась и состояние тоже улучшилось. У нас появились дорожные элементы новые, да, то есть обновление покрытий, парковок. То есть внимание уделяется отсутствию парковкам, и их появление становится больше и больше. Потому что, ну, как бы у нас проблема с транспортом действительно очень интенсивная, то есть насыщенная у нас обстановка. И вот те объекты, которые реализуются, и думаю, что которые будут реализовываться с каждым разом, мне кажется, будет лучше-лучше. Это мое мнение, потому что я сравниваю, у нас дизайнеры-архитекторы сравнивают, поэтому будем ждать голосования. Ну, а мы, как проектировщики, обязательно будем стараться, в честь пожелания населения и заказчиков, и сделать что-то новое, что-то необычное, полезное, интересное. Вот новое, необычное, полезное, это все, конечно, хорошо, шагать в ногу со временем. А как вы считаете, у Барнаула есть какое-то лицо, он не похож на другие почему-то? Да, или все же какой-то архитектурный ансамбль у нас отсутствует? Или в этом и есть изюминка Барнаула, что здесь одна амбициозная идея воплощена, здесь другая? Ну, у нас как бы городская среда, она разнообразная, очень много стилистического разнообразия в фасадах зданий, это историческое, рядом появляется какое-то здание хай-тек, минимализм и так далее. Ну, нужно, в первую очередь, учитывать функциональную сеть города, структуру, не забывать про инженерное обеспечение сети и так далее. Объединить можно различными способами и приемами. Вот благоустройство – это один из способов объединить разнообразие городской среды какими элементами, например, это покрытиями, озеленением, освещением, арт-объектами, малыми архитектурными формами, функциональными формами, да, допустим. Если в одном районе мы наблюдаем остановочные павильоны в одной стилистике, то в исторической части уже в другой, например, да. Где-то классика, где-то у нас современные простые элементы, минимализмы. Поэтому здесь это работа коллективная, один архитектор, он не решит этого всего. То есть у нас очень много проектных групп и молодых специалистов этих. Естественно, мы все это между собой обсуждаем, утрясаем. И еще хочу сказать, что это быстро не делается. Это все постепенно происходит. Формирование городской среды – это процесс длительный, ну, не быстротечный, это точно, вот, и постепенный. Поэтому я думаю, что обороты формирования комфортной среды, они за тот период, который обозначен в стиральной программе, я думаю, что можно достичь хороших результатов. И город заметно изменит в сфере благоустройства свой облик. Он уже начинает меняться, стал лучше где-то. И это уже, видимо, становится. Ну, Антон, вопрос к вам. Вот голосование завершится, и, предположим, две равные по объему территории будут в списке, ну, а финансирование, допустим, не позволит уделить внимание и то, и другое. Эксперты будут прежде всего на что обращать внимание? На аварийное состояние или социальную значимость той или иной территории? В данном случае, какая раньше территория поступила на рассмотрение в общественную комиссию, та и имеет преимущество перед той территорией, если они набрали одинаковое количество баллов. Ну, в принципе, я думаю, что это мало возможно, но возможно. Поэтому есть и такой критерий, который определяет, что если общественность подала территорию, например, одну раньше, чем другую по дате заявки, по дате поступления, то, соответственно, та территория и лидирует. Но той территории, которая набрала примерно то же количество голосов, есть большие шансы благоустроиться в следующем году. Да, вот действительно. А вот в нынешний список что-то попало из предыдущего уже? Список сохранился практически тот же. У нас, я говорю, поменялись там практически 11 территорий. Убрали малозначимые и добавили как раз те, которые имеют больше интерес у населения. Программа будет существовать и дальше, правильно понимаю? Программа рассчитана, действительно, 22-го года муниципальная программа принята. До 24-го года ожидается ее реализация. Насколько помогла вот эта программа действительно преобразить Барнаул? И если бы ее не было? Очень существенно, на самом деле. Конечно, у нас те территории, которые сейчас благоустроились, в каком они состоянии находились и в каком состоянии сейчас преображенном, получились небо и земля. Ну кто там на этот Панфилов-122 объект посещал? Там действительно был сборище лиц с низкой социальной ответственностью, так их обобщим. А сейчас это действительно место притяжения. Я говорю, когда мы включили в пробном варианте этот фонтан, там столько детей, столько радости, несмотря на уже низкие температуры, все как бы бегали, наслаждались радостью. Ну там положительных эмоций куча. То есть со следующего года они смогут полностью как бы пользоваться этой территорией, высадили красивые деревья. Также скверы Адмирала Кузнецова, который вообще отсутствовал. Парк Химиков, который был заброшен. Ну Нагорный парк не говорю, потому что там из разных источников программы действительно территория, которая у нас одна из основных в городе появилась. Но улица Молодежная, она действительно приобрела единый стиль, единый ансамбль. Это территория, которая достойно можно показывать, демонстрировать. Я думаю, не стыдно будет говорить о ней, как одно из лучших у нас в рамках этого проекта благоустроены. Поэтому значимость очень большая, и мы как бы стараемся за счет достижения целевых показателей все-таки в этой программе участвовать, и исполняя индикаторы, обеспечивать участие в этой программе и в дальнейшие годы. Когда мы уже приступим к работам? Вот итоги будут подведены, то есть весной? У нас существует дорожная карта, мы до 25-го числа голосуем. В течение пяти дней комиссия подводит итог и публикует решение. То есть мы понимаем, что вот такой рейтинг у нас сложился, на те финансовые средства, которые у нас будут определены. Ожидается, что это будут те же суммы в пределах 100 миллионов плюс-минус. Мы благоустроим вот столько-то территорий. Дальнейший этап, самый, наверное, важный, подготовительный, это проектирование. Эскизные решения, согласование эскизных решений и уже профессиональное проектирование, последующая разработка сметного расчета, процедуру на определение подрядчика, то есть сроки сжаты, потому что у нас премия благоустройства ограничена теплым периодом. Мы ориентируемся на то, что в мае месяце мы уже приступим, как никогда раньше. Мы начинали и с августа, и с июля. Ориентируемся на мае месяц, начать уже благоустройство 2020 года. Артем, давайте несколько слов, чтобы подытожить нашу беседу. Насколько важно и нужно вот это голосование, мнение жителей в вашей работе, в работе архитекторов, проектировщиков? Без этого мы никак. Мы хотим, что, избежать критики? Мы хотим удовлетворить интересы того или иного района города. Хотим, чтобы были такие условия, чтобы люди у нас все-таки понимали, что им уделяется внимание, и городская среда должна выглядеть лучше. Ну и, конечно, люди некоторые бережнее потом уже после того, что что-то новое появляется, сами меняют отношение к этому, и бережнее относятся, ну и дети. В первую очередь, они заинтересованы в каких-то новых объектах, примеры тому есть, и мы уже готовы придумывать. Поэтому ждем пожелания населения по итогам голосования. Ну да. И не забываем о том, что Барнаул – это наш общий дом. Будем его ценить и любить, и активно участвовать в благоустройстве, в решении вопросов определенных. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, и Артем Малыгин, доцент Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета. Продолжение следует...